Вечерний РБК Яндекс.Такси Чаевые видны в отчетности и в обороте водителя, еще и в аренду зачастую уходят. Ну да, тут нас правильно слушатели поправляли, что не нужно путать индивидуальное обслуживание с массовым. Поэтому чаевые, как бы водителю, скажем так, машинисту метро, это нелогично. А вот, кстати, таксисту, официанту, парикмахеру вполне себе да. Оставляю чаевые в размере 10% от чека, пишет нам Алена из Москвы. Но недавно были в одном из баров, где официантка, когда мы ее позвали, прямым текстом сказала, что она ничего не успевает. И чаевые она, соответственно, не получила. Чаевые оставляю не только официантам, оставляю также в салоне красоты. Это тоже сообщение от Алены. Ну вот к тому, что я ей сказал. У меня в прошлом году сестра работала в ресторане официантом. Так там владельцы стали с тех чаевых, что включены в чек, забирать 30% себе. Так официанты сами начали уходить от такой формы чаевых. Оставляли спокойно люди наличные или переводили на карту личные официанты, видимо, да? Сам не иду в ресторан. Если не могу оставить чаевые, сам работал когда-то, минимум 200 рублей или 10% от суммы. Это нам Степан написал из Екатеринбурга. Сообщения продолжают поступать сумасшедшее количество, правда? В командировке в Казахстане был Караганда. Посетил заведение. Там работают по франшизе очень известные. Обслуживание ужасное. Долго несли блюда по своему рецепту и сильно отличались, кстати, от привычного, ну, франшизного. В итоге в счете была графа обслуживания 15%. После долгих обсуждений с администратором данную графу убрали. По поводу наличных официанты готовы к тому, чтобы чаевые переводили на карту. Да, спасибо, я как-то совсем про это забыл. Помню, в эмиратское время была там распространена видеошутка, когда, знаете, поберушки, которых практически там в эмиратах не видно, подходит к дорогой тачке, опускается окно, им говорят, sorry, man, I have no cash. А он свой аппарат дает, чтобы карточку ему приложили. Ну, такие, знаете, это уже было 5 лет назад, и это было вполне себе правдой. Ну, и в США тоже. Друзья, уважаемые слушатели Серебряного дождя, огромное вам спасибо за эти сообщения. Вот я сейчас мышкой скроллю, проскролил, наверное, раз 10, прежде чем увидел окончание этих ваших сообщений. Очень интересно, обещаю еще зачитать, но эфирное время просто дорого. Не в том смысле, что в деньгах, а в том смысле, что вторая тема тоже интересна и касается еще большего количества россиян. Итак, то, что происходит в этом году, не может не сказаться на работе и на наших с вами доходах. И сказывается. И вот сегодня появилась информация, как именно это сказывается. Банк Открытия выпустил исследование. Оно посвящено тому, как повел себя малый бизнес после того, как отменили весенние ограничения. Сразу скажу, что в опросе участвовало более 200 индивидуальных предпринимателей, руководителей и владельцев компаний малого и среднего бизнеса, чья выручка до 3 миллиардов рублей в год. И вот опрошенные бизнесмены представляют, ну, все в основном отрасли, как наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса и имеющие право получать государственную поддержку. Ну, так и все остальные. И результаты довольно неутешительны для владельцев бизнеса и для сотрудников в том числе. Потому что по итогам опроса выяснилось, что 35% компаний снизили сотрудникам зарплату в период пандемии. Четверть сократили штат. 7% удалось пройти этот сложный период без каких-либо мер экономии. Там почти половина предприятий говорят, что на восстановление у них уйдет не менее года. Что интересно, предприятия, все, которые приняли участие в этом опросе, имеют право, как я уже сказал, государственную поддержку получить. Но смогли воспользоваться только четверть. Треть получили отказ, ну, там 32%, считайте, что треть. Остальные за помощью от государства не обращались за помощью. Может быть, потому что такому большому количеству компаний как раз и пришлось сокращать людей и зарплату, соответственно. Вот сервис работы.ру тоже, если коротко посмотреть, это другой опрос. У них результаты исследования на эту тему. И там 50% компаний пока не готовы подводить даже итоги года, потому что все ждут, что еще что-то может произойти в 2020-м. Я просто отметил с такой кривой ухмылкой. Но правда. Но не менее половины опрошенных работодателей, вернее, менее половины, все-таки планируют в следующем году свой штат сотрудников так или иначе расширять. То есть рабочие места появятся. Это хорошо. Про запросы россиян говорить вам не буду. Тут тоже вышло исследование, какие зарплаты хотят россияне себе на то, чтобы прожить и чувствовать себя, ну, не нищим хотя бы. Но что касается опроса, с которого я начал, то две трети предпринимателей ожидают новую вспышку заболевания коронавирусом и последующих ограничений. Это две трети из вот тех 200 бизнесменов малых. А более половины опрошенных полагают, что это произойдет до конца года. Подавляющее большинство компаний уверены, что смогут преодолеть и новую волну COVID-19, и сопутствующую ей изоляцию. То есть люди готовятся. Но при этом интересно, знаете, что сбережения на случай очередного всплеска заболеваний есть только у 40% компаний, то есть меньше, чем у половины. Треть бизнесменов убеждены, что новой самоизоляции им просто не пережить. Еще один интересный аспект, который мы сейчас будем обсуждать с нашим экспертом, в том числе вот опрос сервиса Работа.ру показывает, что за время пандемии доля сотрудников с серыми зарплатами выросла на 10%. Вроде бы немного. Но, может быть, каким-то образом снижение зарплат как раз в результате исследования Банка Открытия связано как раз с тем, что многие работодатели понизили белую официальную часть зарплат, а остальные деньги начали выдавать сотрудникам в конвертах, как в 90-е. Может быть, может быть. Давайте разговаривать. Но мы вот на какую тему с чем поговорим, и вот какой основной опрос обсудим. Сначала вопрос к нашим слушателям. Я хочу задать, какие у вас истории, что случилось за последние полгода с вами, а может быть, даже чуть больше. Как у вас с этим делом в плане понижения заработной платы? Может быть, вас перевели в серую зону частично? Может быть, вас или кого-то из знакомых перевели на полставки? Может быть, кого-то убрали на удаленку, а потом таким образом уволили? Есть ли люди, среди вас, которых уволили, сократили, если хотите, по тем или иным причинам? Если есть какие-то вопросы, попробуйте их сейчас нам тоже задать. Напишите смс в WhatsApp плюс 7903-797-6333. Телефон прямого эфира. Обозначу чуть позднее. На прямой связи с нами руководитель правового департамента Конфедерации труда России, член Ассоциации юристов за трудовые права Олег Борисович Бабич. Олег Борисович, здравствуйте. Добрый вечер. Надеюсь, что он действительно добрый. Но может ли бизнес как-то избежать дальнейших сокращений сейчас? Ситуация очень непростая, и все смотрят в сторону горизонта. Чего он там принесет, этот ветер ковидный? Мне кажется, этот вопрос зависит... Ответ на этот вопрос зависит от того, как, во-первых, будет развиваться ситуация, во-вторых, какие решения будут приниматься на уровне федеральных и региональных властей. Олег Борисович, тогда сразу уточнение, чтобы мы сейчас с вами не распалялись в разные стороны. Предположим, что ничего плохого вот после сегодняшнего нашего эфира хуже не будет. Вот как есть, пошло, ну, типа, восстановление. А дальнейших сокращений бизнесу это поможет избежать? Ну, я полагаю, что если ситуация не будет ухудшаться, и, так сказать, вот, представим, что дальше будет вот такой платок сейчас, и никаких локдаунов в этом смысле предприниматься не будет, хотя бы частичных, то каких-то прямых, таких, серьезных оснований для того, чтобы сокращать бизнес, я не вижу. Ну, сами посмотрите. В принципе, ну, как... Города живут, люди, там, ходят на работу, люди ходят в рестораны, люди, там, покупают в магазинах. Ну, пока там... Экономическая жизнь есть, да? Как говорится, пульс нетевидный, но он есть. Вот смотрите, наша слушница Наталья прислала нам письмо, ну, как бы, СМС-сообщение, и я его сейчас зачитаю, а вы его прокомментируете. Работаю в крупной алкогольной компании, которая входит в тройку лидеров в России. Наше руководство откровенно воспользовалось ситуацией пандемии. С начала пандемии нам сократили зарплату на 36%, по схеме 20%, безусловно, и еще 20%, пока работали из дома на удаленке. С 1 июля мы вернулись в офис, зарплата осталась минус 20%, то есть вернули 20% за удаленку. Не вернули на докризисный уровень до сих пор, плюс часть сотрудников уволили по соглашению сторон. Комментарий от руководства очень простой. Не нравится? До свидания. Это нам написала Наталья вот только что. Как вам такое? Как этого избежать? Как защититься людям? Тут сразу много есть аспектов. Ну, первое, смотрите, для того, чтобы вообще подобного не происходило, трудовые отношения, и в том числе вопрос заработной платы, должны быть, должна оформляться максимально прозрачно и максимально стабильно. То есть, когда мы говорим, из чего состоит заработная плата, вот хотелось бы, чтобы работник понимал, подписывая трудовой договор, приходя на работу, что чем больше постоянная часть заработной платы, тем меньше вот таких проблем в перспективе может возникнуть. Для того, чтобы все это было у него более-менее гарантировано, значит, во-первых, ну, наверное, надо понимать, что все любые изменения, они происходят только по согласию сторон. Ну, не соглашайтесь, вот для начала. Сами-то себя не режьте. Ну, вот, работодатели часто пугают, их запугивание не всегда имеет под собой какое-то серьезное основание. Просто очень часто, когда руководитель говорит, что я всех там уволю, не нравится уходить, то в реальности там он ничего сделать не может, но половина работников в силу какой-то своей, так сказать, ну, может быть, слабой моральной устойчивости, вот, психологической устойчивости, точнее, да, поддается на такие угрозы и соглашается. А куда идти искать правду? Потому что понятно, почему поддается на угрозы, потому что юридически неподкованный человек законов не знает, прав своих не знает, на него давят с бычьим взглядом, извините меня за это сравнение, да, может быть, даже орут в кабинете, конечно, лучше сказать, да, господи, только отпустите меня, пожалуйста, я все подпишу. Я вам другой пример приведу сейчас, Олег Борисович. Вот до кризиса, до пандемии, за много-много времени московская радиостанция, я не буду ее называть, это точно не Серебряный дождь, человек набирает новых радиоведущих, руководитель этого подразделения, и говорит, значит, каждый пишет заявление на увольнение с открытой датой, с подписью, и все эти листочки мне в стол. Малейший косяк досвидули. Что делать? Ну, эту историю про СМИ я знаю, да, не эту конкретно, а вообще давно рассказывали, что и на некоторых ведущих телеканалах так делали, два заявления сразу при приеме на работу писали. Ну, смотрите, я вам скажу так, в одиночку противостоять работодателю, у которого есть и экономический ресурс, и, так сказать, административный ресурс в рамках своей организации, конечно, практически невозможно. То есть там только единицы, какие-то супер уникальные работники, без которых работодатель обойтись не может, могут хоть как-то противостоять подобному начальству. Значит, для того, чтобы это не происходило, ну, что вот изобретать велосипед? 200 лет назад это изобретено, и пользуется, и в других странах, в нашей стране это существует. Ну, есть такой инструмент, как профессиональный союз. Я вам пример приведу живой, из сегодняшней жизни, уже из пандемии. Не буду, опять же, называть конкретное предприятие, но я вам гарантирую, что я, вот так сказать, являюсь, так сказать, живым свидетелем, да? Крупная, огромная организация, которая также значительно там имеет проблемы в связи с пандемией. И на протяжении уже пяти месяцев руководство пытается хоть как-то сократить социальные там затраты в рамках, на свой персонал. Вот ни на копейку работники не подвинутся. Поверьте, там десятки тысяч людей работают в этой организации. Ни на копейку не подвинутся, потому что в этой организации работники объединены в серьезные профессиональные союзы. И все вопросы эти там оговорены не только в индивидуальных трудовых договорах, но и в коллективном договоре. Которые без желания профсоюзов изменить невозможно. Это закон для предприятия. И все. Олег Борисович, а я, извините, что вас прерываю, я неоднократно слышал, что профсоюзы это, ну, одна из рук руководства этих самых предприятий, да, которые, собственно, с них и кормятся. И поэтому профсоюзы сейчас как таковые в России отсутствуют. Ну, как бы название есть, но профсоюзов нет. Ну, это не совсем так, конечно. Безусловно, у нас есть разные профсоюзы. И я хочу сказать так. От того, какой профсоюз и что он из себя представляет, это зависит от самих работников. Вот если они... Потому что такой профсоюз? Это не профбосс. Это все люди, которые в него входят. Если они сами активны, если они готовы со своих выборных лиц требовать, представлять нормальные их интересы, и они за это платят деньги, они же взносы платят, то тогда и людей будут избирать нормальных. Олег Борисович, но если вот человек, нет у него хорошего профсоюза, он знает, что профсоюз за него не ступится, там, где он работает, да, на него давит руководство так или иначе, для того, чтобы он оттуда ушел. Прежде всего, куда нужно обратиться? Вот первый пункт, первое окно, куда надо человеку, где искать помощи? Или все подписать и уйти, потому что, ну, не нравится, не ешь, правильно говорит работодатель. Слушайте, ну, конечно, в каждом конкретном случае все это бывает по-разному, но, значит, есть специальные контрольные надзорные органы, значит, есть, во-первых, государственная инспекция по труду. Туда надо написать или позвонить? У нас просто 30 секунд, Олег Борисович, скажите, пожалуйста. У них сейчас есть онлайн-инспекция, одни сейчас работают, так сказать, прямо через сайт, можно звонить на горячую линию, специально по ковиду даже создана горячая линия, связана с врушением туда. Онлайн-инспекция по труду ищем через поисковики. Олег Борисович, спасибо вам большое за этот ответ. Это Олег Бабич был руководитель правового департамента Конфедерации труда России, член Ассоциации юриста за трудовые права. Телефон 730-101, код Москвы-495. Уволили вас, сократили, сократили зарплату, перевели на полставки, отвели на удаленку, а потом на работу не вернули. Расскажите, позвоните, как у вас это было? 730-101, один код Москвы-495. Через 5 минут поговорим. Вечерний РБК с Сергеем Красновым. Время телерадио моста наступило. С моими коллегами из проекта «Что это значит?» на телеканале РБК. И Ирина Тихонова с нами на прямой связи. Ирина, добрый вечер, наконец-то. Привет, Сереж. Слушатели Серебряного дождя, что рассказывают? Они сталкивались уже с тем, что им снизили зарплату. Может быть, кого-то даже вовсе сократили на работе. Душераздирающие истории приходят нам в основном в тексте. Телефон прямого эфира 730-101, код Москвы-495. Если вам есть чем поделиться, как вас сократили, сократили вам зарплату, или уволили, или перевели на удаленку, а потом была еще какая-то история, позвоните, расскажите. 730-101, код Москвы-495. Несколько сообщений от наших слушателей сначала в виде СМС от работодателя. Кому не нравится работодатель, пусть открывает свой бизнес и работает на здоровье. И хороших сотрудников никто не увольняет. Пишет нам Руслан, я чувствую прямо, что он работодатель. Но вот пример с моего предприятия. Приняли нового человека, пообещали платить столько, сколько предшественнику год назад. Нагло, беспардонно сделали все, чтобы заплатить гораздо меньше. Человек уволился со скандалом, я считаю, что правильно сделал, пишет нам Вадим. А как вам такая формулировка в договоре? Зарплата по соглашению сторон, по сути устному соглашению, в итоге платит столько, сколько пожелают. Ну, к сожалению, вынужден был его подписать такой договор, больше не было. Пример еще один, на самом деле их множество, и они действительно душераздирающие, это уже через WhatsApp. Работаю на госслужбу, весь период изоляции вкалывали в офисе до поздней ночи. Собственно, и сейчас, от рассвета до заката практически, в отпуск не пускают, за больничные платят гроши, в результате сократили премии, на которой мы, собственно, и живем. То есть оклады, мягко говоря, позорные, пишет нам Анна из Москвы. Я врач, работаю в военном госпитале, зарплата за сентябрь была получена на 10% от обычной. Все это объяснили пандемией, ковидом-19. А меня за месяц до карантина перевели на новую должность. Это вот из позитивных сообщений, с новыми обязанностями. Зарплата стала выше, рабочий процесс полностью может быть осуществлен дистанционно из дома. Ушли на удаленку раньше, чем официально всех закрыли на карантин власти. Деятельность фирмы не останавливали, в том числе в период так называемых нерабочих, но оплачиваемых дней. До сих пор в офисный режим мы так и не вернулись, наш работодатель просто не мутил никаких схем, никого не выгонял и так далее. Но наша ситуация, к сожалению, скорее редкое исключение исправил. Это нам пишет Руслан из города Ставрополь. Работаем в сфере технической организации мероприятий, и мероприятий очень мало. Всех перевели на полставки. Когда все вернется, вообще никто не знает. И такие сообщения продолжают поступать, а вот телефонный звонок. Здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Алло? К сожалению, не получается нам поговорить с нашим радиослушателем, но я вижу, что есть еще один звонок. Давайте следующий примем. Алло, здравствуйте, вы в эфире, слышно ли меня? Добрый вечер, да, я вас слышу хорошо. Да, как у вас с сокращением зарплаты или с увольнением, не дай бог? Просто предлагают уволиться под всякими поводами. То, что взяла больничный, то, что высокое давление, то, что человека хотят принять другого, не стесняясь, говорят в лицо. На вас как-то давят? Не то, что давят, просто каждый день начинается с измывательства. А вы что намерены делать в связи с этим? Ну, хотела бы обратиться в трудовую инспекцию, может быть, даже к юристам. Вот спасибо и в том числе... Потому что беспардонно ведут себя. Спасибо в том числе нашим экспертам, которые как раз, собственно, и рекомендовали нашим слушателям вот такую историю через онлайн-трудовую инспекцию найти и задать им соответствующий вопрос. Спасибо вам за звонок. Еще одно сообщение. У нас в большой страховой компании премии с апреля заморозили и обещают заплатить в начале 2021 года при положительном финансовом результате деятельности. В общем, обещают, конечно, но мы-то знаем, что они точно не заплатят. Вот такие сообщения, вот такие звонки, вот такие мнения, такие истории, Ирина, чем вы с нами можете поделиться? Какие компании, вот мы подумали, в основном сокращали штат? Можно ли их по отраслям как-то разделить? И есть ли где-то в какой-то отрасли дефицит кадров сейчас? Вот такой вопрос мы задали Татьяне Баскиной, заместителю, гендиректора международной стаффинговой компании Анкор. Мы считаем, что любой кризис временный и не один такой кризис уже пережили вместе со страной. Это, во-первых. Во-вторых, не все компании сокращали персонал и зарплаты. Есть сектора, условные бенефициары кризиса, в которых ощущается острая нехватка персонала по-прежнему. Просто у нас дисбаланс. Там, где персонал, нехватка этого персонала. Там, где избыток у выквалифицированного персонала, такой потребности нет. Эти отрасли больше пострадали. Но мы наблюдаем картину, когда компании в большей степени главный урок из кризиса в том, что нужно оценивать эффективность и учиться быстро, гибко адаптироваться, перенастраивать все процессы в новой реалии. Спасибо за это включение. Спасибо большое Элине Тихоновой и моим коллегам. Времени очень мало. Коротко, последнее сообщение. В провинции, в городах с населением до 200 тысяч защиту сложно получить. А если и получишь, то последствия будут тяжелыми больше для работника, чем для работодателя. Тови был Сергей Краснов. Чтобы вас не увольняли, чтобы зарплату не понижали. Улыбайтесь, все будет хорошо. Правда. Я надеюсь. Вы верите? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok